Новый выпуск Одинцовской недели приехал в город из типографии. Обо всем по порядку. Семейные инновации. С 1 февраля маткапитал увеличен до 833 тысяч рублей. Знакомьтесь, робот с Женей. В Подмосковье начали принимать голосовые заявки по вопросам ЖКХ. Квест по ГОСТу. Обезопасит ли детей от травм во время развлечений новые стандарты? Мы поинтересовались у жителей, бывали ли они на квестах, как к ним относятся и считают ли безопасными. Ну, с точки зрения безопасности я, честно говоря, судить не могу. С точки зрения психологической разгрузки, так как я психолог, это, в принципе, неплохо. Иногда очень полезно сбросить какую-то негативные эмоции, попав в какую-то ситуацию. Это, ну, некий такой выдуманный стресс, но не переживая его в жизни на самом деле. Это полезно. Я сама не была на таких квестах, но, насколько я знаю, перед прохождением участники подписывают документы об отсутствии претензий. Поэтому, мне кажется, что это не должно быть чем-то смертельно страшным. Ну, как правило, такие квесты организованы с лицензией, и мы и со школой тоже отправляем. Ни разу никаких проблем не было. Когда были зимние каникулы, как раз посещал друзьями квест один в Москве, на Воденхау находится. Ну, не знаю, там вполне обычные эмоции. Там, да, страх испытываешь, но ничего критического. Коллекторам на заметку. Законодатели усилили контроль за взысканием просроченных долгов. Жизнь под наркозом. Неделя раскрывают профессиональные секреты анестезиолога. А наш корреспондент узнал, боятся ли горожане наркоза. Ну, он неизбежен. Поэтому я считаю, что без наркоза никуда сейчас. Мне бы не сделали две операции, если бы не было наркоза. Наживую я бы точно не выжила. Поэтому прекрасно понимаешь, что это необходимость, наверное, жизненная. У меня была тяжелая операция с отключением на длительное время. То есть наркоз в длительное время. Я год восстанавливалась, чтобы начать читать и писать. Правда, после этого все нормально прошло. Но, тем не менее, я считаю, что наркоз – это же не конфетка. Хочу – ем, хочу – не ем. Планировать занятия щенком нужно буквально со дня его появления в семье. Рассказываем о типичных ошибках в воспитании домашних животных. Свежий номер «Одинцовской недели» можно взять на наших фирменных стойках, а электронную версию прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok